Всем привет, друзья! На связи Pia3Met, и по-хорошему производителям ноутбуков не дают покоя слава яблочной компании, которая производит тонкие-легкие ноутбуки, но все-таки конкурировать нужно. И я считаю, что сегодня у нас на обзоре достойнейший конкурент, который может быть даже в чем-то лучше. Приветствуйте Huawei MateBook 13. Поехали! Итак, вот такой ноутбучик, алюминиевая верхняя крышка у нас темно-серого цвета. Естественно, логотип Huawei у нас сверху тоже присутствует. Нижняя крышка у нас пластиковая. Здесь у нас ножки-проставки для нормальной циркуляции воздуха сделаны. Отверстия. Два отверстия под динамики, кстати, неплохие. Мы их заслушаем, послушаем, проверим. И также большая решетка для, опять же, лучшей циркуляции воздуха и теплоотвода. По разъемам. С этой стороны у нас имеется Type-C разъем. С этой у нас тоже имеется Type-C, плюс 3.5 джек для наушников. Какая разница будет? С этим Type-C разъемом можно и заряжать ноутбук, и передавать данные. С этим только передавать данные, то есть заряжать с этой стороны его будет нельзя. Микро-SD флешку и SD просто обычную поставить нельзя. Но, не знаю, на обзор к нам пришел ноутбук с вот таким донглом прикольным. Я уже флешку успел поставить. Можно подключить по Type-C и получить еще один Type-C. VGA разъем, HDMI и USB-A. Но, я думаю, что другие донглы, я думаю, вы сможете приобрести и дополнить свою коллекцию таких проводочков, чтобы максимально чувствовать себя комфортно. Также в комплекте у нас идет вот такой Type-C Type-C кабель и блок зарядки на 65 Вт, чтобы заряжать, соответственно, ноутбук. Приятно, что все такое компактное достаточно. Блок питания, вот блок зарядки, он немного больше, чем в смартфонах. То есть решение будет максимально компактное и в дорогу можно будет взять. Также к нам на обзор ноутбук приехал вот с таким чехлом прикольным. Здесь кожаные есть элементы. Не знаю, будет ли он входить в конечный вариант поставки, но опция вот такая есть. И я походил с ним где-то примерно две недели и могу сказать, что сумочка очень удобная. Ну и прежде чем открыть ноутбук, проверим тест на MacBook. Одним пальчиком берем, открываем. Почти прошел, но не прошел. Но в целом открыли. Давайте посмотрим, что здесь у нас имеется. Это IPS-экран на 13 дюймов с разрешением 2160 точек на 1440, 200 ppi, если вам интересно. Экран IPS и достаточно яркий, 350 нит, удобно за ним работать. Кстати, я словил себя на мысли, когда начал только им пользоваться, здесь был включен датчик освещенности. То есть яркость была сразу заведомо меньше. Но как только я его убрал, я увидел все краски, всю яркость. То есть действительно что-то за ним делать очень приятно. Углы обзора достойные, 178 градусов. То есть как бы вы его ни ворочали, будет всегда хорошо. Соотношение сторон у экрана здесь необычное 16 на 9, а 3 на 2. То есть такое немножко более сквадрачное, если так можно выразиться. И при воспроизведении роликов на YouTube у нас сверху и снизу появляются такие черные полосы. Но в целом повторюсь, это абсолютно никак не мешает работать. Экран действительно здесь клевый. Наша модель не сенсорная, то есть не сенсорный экран. А если у вас будет непосредственно сенсорная, тогда я могу сказать, что у вас экран будет защищен стеклом Corning Gorilla. Теперь перейдем к клавиатуре и тачпаду. И я могу сказать, что клавиатура действительно удобная. Такой небольшой ход клавиатуру печатать в принципе удобно. Также у клавиатуры имеется подсветка. Не знаю, увидите ли вы сейчас или нет. Но здесь она такая двухэтапная. То есть нажимаем на кнопочку F3. Тихонечко загорается такая первая подсветка. Еще раз нажимаем, загорается поярче. Подсветка белая, приятная. То есть глаз резать ночью у той же не будет. А касаемо тачпада, я могу сказать, что он достаточно большой. Поддерживает жесты, нажатие. Не везде, кстати, нажимается. То есть в верхней части как-то он слабенько прожимается. Но снизу работает все максимально четко. Работать в принципе в полевых условиях нормально. Но я иногда, признаюсь честно, хотел подключить мышку. И еще важная особенность данного ноутбука. В кнопке питания встроен сканер отпечатков пальцев. Работает он максимально быстро. То есть я буквально палец приложил. И все у нас загорелось. Заработало за это, конечно же, лайк. И перейдем ко звуку. Как в начале ролика я сказал, здесь у нас два динамика. И достаточно неплохих. Давайте его послушаем. Еще есть фишек на корпусе. Есть специальная кличка Huawei Share. Под ней, под корпусом скрывается NFC-чип, который позволяет моментально передавать фотографии с телефонов Huawei или Honor на само устройство. То есть ноутбук, либо же скриншоты, либо там что-то еще другое. Прямо на телефон обратно. Прикольная штука. Ну и наконец-таки перейдем к железу. Начнем с батарейки. Здесь на 3660 мАч. Что позволяет вам работать с ноутбуком примерно 10 часов активности экрана. То есть это может быть соцсети, интернет, просмотр видосиков. Каких-то не касаемо работы с графикой, либо же с видеороликами. То есть в принципе на световой день такая вот пишущая машинка, которая имеет немножко больше. И касаемо железа, то есть процессора. Здесь он у нас Intel Core i5 восьмого поколения. Энергоэффективный, естественно, с литерой U на конце. Что свидетельствует о том, что он энергоэффективный, бережет энергию и не рвется прямо в бой. То есть для игр его использовать можно, ну так себе могу сказать, что не самый производительный ноутбук в этом плане будет. Поэтому ваш выбор это классика, либо же вот как мы поставили себе Asphalt 9. В нашем варианте 8 гигабайт оперативной памяти плюс 256 SSD. И по поводу видеокарточки, здесь она, конечно же, интегрированная. Intel UHD Graphics 620. Есть варианты покруче, где Nvidia MX150 установлена. И камера для видеосвязи на 1 мегапиксель, но мне кажется, она какая-то такая нестыдненькая. В общем, в целом камера мне тоже понравилась. SSD диск, он имеет следующую скорость, давайте запустим, посмотрим. Это 3502 мегабайта в секунду на чтение и на запись 1564 мегабайта в секунду. Итог, что для меня Cova Mate Book 13? Для меня это печатная машинка с претензией на что-то большее. Здесь клевый экран, клевый, классный дизайн. Премиально даже назвал его бы так. В целом удобная клавиатура, яркий экран и все, что нужно. Достаточно производительность для ультрабука, конечно, выиграть здесь вы не погоняете. С другой стороны, можно вспомнить что-то старенькое и хорошенькое. Плюс можно еще с маркета что-то скачать, например, как мы гоняли в Asphalt 9. Почему нет? В принципе, вот так я отписал бы этот ноутбук. Что вы о нем думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях, нам будет очень интересно. На какие ноутбуки еще нам сделать обзорчик, тоже напишите в комментариях. Ну, а с вами был 5Element. Всегда на вашей стороне. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok